Здравствуйте! С вами Михаил Антончик. Сегодня я поделюсь с вами очень простой техникой, которая позволяет буквально отключить любую неприятную эмоцию. Ну, бывает же такое в жизни, например, что вы на кого-то разозлились и говорите, а вот он, я бы его убил. Ну, или там, например, вы просто огорчены тем, что человек что-то сделал, недоумеваете от этого и думаете, вот он! Ну, сами понимаете, кто. Ну, или, может быть, это какая-нибудь другая неприятная эмоция, грусть или печаль, которая возникла после какой-то ситуации. И вы понимаете, что сейчас она уже неуместна. То есть, ее бы как-то отключить и вот, и живи себе дальше. Потому что с этой ситуацией все уже понятно. Но наш организм и наш мозг работает иногда по-другому, и он вот не отпускает как бы это состояние. Вы ходите и все время находитесь в этом состоянии. Потом на следующий день проснулись, вроде бы все нормально уже. Ну, или бывает, например, по-другому, что вы проснулись, все нормально, но что-то вам периодически напоминает эту ситуацию, и вы опять уходите в эту неприятную эмоцию. Так вот, я вам сейчас расскажу, как с этим можно справиться. Я думаю, что для начала вам будет полезно сделать это, ну, вот в каких-то условиях, где вас никто не видит, там, дома, да, может быть, или еще где-нибудь, для того, чтобы вы не выглядели странно. И воспользоваться вот такими бумажками, которые есть у любого человека, который работает в офисе, там, или еще где-то, ну, на них мы записываем обычно, что-то такое, чтобы не забыть. Итак, представьте себе, что нужно сделать. Вы берете таких бумажечек, штук пять, и вот так вот буквально раскладываете их на полу. мы представим себе, что это пол. На расстоянии одного шага становитесь вот так вот на первую из этих бумажек, лицом туда, чтобы остальные были сзади вас. И буквально вспоминаете эту ситуацию. У вас здесь будут какие-то такие негативные, отрицательные эмоции, вы вновь в них погрузитесь, и это нормально. А затем, что вы делаете? Вы делаете шаг назад, и представляете себе, что вы стоите и смотрите на себя в этой ситуации. Ну, вот как будто бы вы стали наблюдателем за этой ситуацией. Постойте где-то порядка, может быть, двадцати, там, сорока секунд. Критерием для того, чтобы шагнуть назад, должно быть внутреннее ощущение, оно должно немножко ослабиться. То есть эмоция должна стать чуть слабее. Затем вы делаете еще один шаг назад, становитесь вот сюда, и смотрите на себя, который смотрит на себя в этой ситуации. Ну, это, конечно, может показаться странным на первый взгляд, но все-таки представьте себе, что такое возможно, что вы вообще другой человек, который наблюдает за неким человеком, который смотрит за вами в этой ситуации. А потом, я думаю, вы уже догадались, вы делаете еще один шаг назад, смотрите на себя, который смотрит на себя, который смотрит на вас в этой ситуации. очень часто бывает достаточно уже двух шагов. Но если вы не прекратили ощущать эту неприятную эмоцию, то сделайте еще один или еще два шага назад. Это такая множественная диссоциация. Есть такое понятие. Диссоциация. Дело в том, что когда мы вспоминаем какую-то ситуацию, как если бы мы вновь в ней оказались, то мы чувствуем это переживание. Как только мы диссоциируемся, знаете, некоторые люди еще так говорят, ой, да ладно, все, не хочу я об этом думать. На самом деле, как бы отодвигают эту ситуацию, становится сторонним наблюдателем. Вот оказалось, что если сделать это несколько раз, то вы гарантированно получаете нейтральное состояние. И в этом нейтральном состоянии, просто попробуйте, да, второй шаг этой техники, это подумать о том, чему полезному вы можете научиться в этой ситуации. Что полезного можно извлечь? Ну, например, вы можете понять, что в следующий раз, допустим, можно будет как-то по-другому поговорить с этим человеком. Или в такой же ситуации можно будет вести себя каким-то другим образом. В любом случае, это уже будет не чувство, это будут полезные мысли. Вот. И если вы некоторое количество раз с разными ситуациями, да, ну, давайте от трех там до пяти, сделаете это вот так вот с помощью бумажи, то это станет навыком. То есть вы приобретете навык диссоциации, который будет включаться по вашему желанию. И тогда в любой ситуации, в которой у вас возникают неприятные эмоции, вы просто внутренне представляете себе, что вы наблюдаете за собой со стороны, и вы удивитесь, как это легко и просто, и насколько это эффективно работает. Я вам желаю удачи. До следующих встреч.